всем привет друзья вы на канале мотохакер меня зовут вилле и так в этом видео я хочу сделать обзор на одну замечательную термуху которую я себе приобрел это зимняя термуха от термавейв термавейв мерина экстрим вот как вы можете видеть упаковку из под нее данная термуха состоит на 80 процентов из шерсти мериноса и 20 процентов синтетика меринос это для тех кто не знает это такие специальные баранок из которые уши шерсть которых очень мягкая и очень теплая поэтому из нее изготавливают в основном термобелье я может быть сейчас говорю немножко быстро потому что на улице реально холодно у нас сейчас минус 6 градусов идет снег в общем дуба конкретный от ну для наш для наших широт но несмотря на это я вышел вот в своей термухе которые у меня находится вот этой курткой и и абсолютно легкий пуховый свитер который я купил себе недавно тоже это дешманский свитер он вообще в принципе 12 евро за него отдал ожидать от него многого не надо единственное что у меня сейчас мерзли так это руки потому что я без перчаток если я их засуну с вашего позволения в карман и буду вещать дальше то так будет нормально я вчера гулял в этой термухе в таком же прикиде где-то полтора часа при минус 2 2 градуса где-то так вот было может быть минус 1 минус 2 и за полтора часа я вообще нисколько не замерз поэтому ребят я все рекомендую брать термуху именно из шерсти мериноса я не рекламирую сейчас как какую-то конкретную фирму что вот покупайте я там с этого тоже что-то иметь буду нет я сейчас никого не рекламирую а просто верю что термуха это вещь особенно в холодное время суток и еще друзья такой нюанс если вы мотоциклист то берите термуху максимально теплую пусть она будет там как для какого-то арктического климата почему это важно брать именно теплую термуху обычно когда допустим вы используете термуху когда вы не мотоциклист допустим для спорта для бега или там для прогулок это подразумевает какое-то движение понимаете и вы соответственно греетесь на ходу соответственно если у вас мягкий климат скажем 0 градусов и вы оденете термуху которая предназначена для арктического климата то вам будет реально жарко но так как вы мотоциклист и едете в основном на мотоцикле вы вы не двигайтесь на мотоцикле поэтому у вас нету этого движения и дополнительного обогрева тела поэтому не резвуйте берите самую теплую максимально теплую термуху не прогадаете я тут уже говорил делал анонс что я была мысль ехать барселону да я сейчас вообще в таком состоянии не знаю направлений много желание есть время есть в данный момент но как видите в германии сейчас погода вот что творится минус 6 никуда не поедешь в барселону ехать это через францию во франции сейчас там тоже эти локдауны сраны там у них комендантский час с 18 по моему до 6 утра и въезд только с тестом то есть я не знаю как проезжать эту францию в данный момент не знаю норвегия швеция туда въезд без проблем вроде как возможен поэтому ну там холодно блять я я не знаю в общем у нас аж нам обещают вроде как обещали ну что прогноз погоды постоянно корректируется обещали что 6 16 числа по крайней мере в северной части германии будет но относительно тепло то есть будет до 10 градусов где-то вот так вот доходить я настроился на 16 число съездить дочери но план был такой приехать туда переночевать в лесу испытать всю снарягу так скажем в поле а потом уже на следующий день после всех испытаний уже взять взять отель и с дочерью провести время то есть поездка предстоит на 460 километров в одну сторону так что но я вот ребята опять же посмотрел прогноз погоды на я смотрю а каждый день чуть ли не несколько раз в день и он постоянно корректируется тупо оказывается тепло я такой все прям обрадовался поеду все потом через два часа смотришь опять прогноз погоды на 16 число там уже плюс 2 градуса и вот какая-то не такая непонятная фигня поэтому у меня сумка в принципе уже собрана настроение чемоданная я говорю я в любую момент в любой момент готов сорваться как только вот ну немножко распогодится дождь в принципе мне пофигу но вот если снег пойдет какой-нибудь снегозавал по дороге вот это я боюсь потому что все-таки по снегу ездить она будет как вот по этой пожиже да она будет намного намного хуже чем просто под дождем ездить поэтому пока есть вероятность снега меня это как бы немножко останавливает и вот я думаю если я когда съезжу туда на север германии это как раз на датско-немецкой границ там буквально пару километров до границы там уже климат такое скандинавский ближе к скандинавскому если вот все ништяк скажем по снаряги у меня все ну тогда можно будет смело ехать хоть норвегию хоть швецию хоть куда я думаю все будет нормально должно быть по крайней мере все нормально так вот я сейчас стою с вами тут разговарив мне вот вообще не холодно то есть я стою нормально представьте я стою минус 6 градусов то есть на мне легенькая легенькая курточка которая одну по сути греть то не должна я эту куртку взял чтобы использовать как бы в качестве подклада для своей мотокуртки то есть качестве подклада она огонь она вообще классная пробовал тут прокатился недавно нормально то есть я даже могу свою мото куртку с ее же подкладом поверх вот это одевать и мне все еще комфортно двигаться то есть никаких движений у меня ничего не сковывает поэтому тут я не прогадал ну что касается качества этой куртки опять же пух с нее немножко лезет ну что ожидать за такие деньги ребята это конечно а с другой стороны красота я сначала снял этот ролик в домашних условиях дома потом уже смонтировал его думаю ну гав думаю ну чё-то говно какое-то получается говорить про зермуху про погоду если дома не не то думаю надо выходить на улицу и прям на улице это снять тем более у меня на улице видосов мало раз так тут выдалась такая погодка я даже немножко сейчас ностальгирую потому что в наших краях такая погода очень редко очень редко и скажем так я ловлю момент мне это напоминает немножко родину а я родом с челябинска так что у нас там зимой ну нормально в принципе не как в сибири но но не как европе так средний между сибирью и европой сибири я тоже был там вообще жопа я там два месяца гостил мне было 14 лет и я первый месяц только адаптировался к ваг погоде был я в западной сибири я не представляю что там дальше выше был 30 300 километров от омска гостил два месяца до я первый месяц вообще жуть было а второй месяц я уже до того адаптировался что я нормально себя чувствовал так что это все такое ладно ребята все погнал я домой монтировать видос ну а вам желаю ставить лайки подписываться на канал ладно все всем счастливо всем пока